Виталий Бородин Виталий Бородин Виталий Бородин Из 16 детских садов, которые относятся к нашему предприятию, 12 в работе. Медицинских учреждений 18 в работе. И школы у нас 29 из 42. То есть можно либо идти лечиться, либо идти учиться, либо идти отдыхать несколько секунд. В некоторые школы можно и продолжать учиться, то есть не обязательно уходить, надо будет на каникулы. С медицинскими учреждениями у нас пока еще не все запущены, но мы стараемся в ближайшее время, для того чтобы уже на субботу-воскресенье 100% закрыть всю социальную сферу. Это по поводу социальной сферы, учреждений, а что касаемо частного сектора, то есть людей? Значит по людям я могу вам сразу сказать, как бы оперативная такая информация. Значит по микрорайону Лески у нас котельная 18 микрорайона, котельная Карпенко 20 уже запущены, то есть люди могут принимать теплоноситель. Котельная Набутомы 7, это котельная 25 микрорайона, она тоже в работе. По Ингульскому району это у нас 112-я, 114-я котельная, это Китобоев, эти котельные у нас запущены. Значит вчера мы запустили котельную стадионную, значит котельная стадион, это вот этот район, где мы сейчас находимся. Я думаю где-то ближе уже к часам в 12 мы получим нормальные параметры теплоносителя, и можем запускаться, могут запускаться дома от котельной стадиона. Сегодня сейчас бригады у нас работают, чтобы вы понимали, мы работаем совместно с Николаев газом, то есть сначала идут метрологи, распломбируют узлы учета газа, а потом мы запускаем котельную. Значит сегодня у нас в работе это корабельный район, котельная Океан, я думаю после обеда мы запустим. Значит центральный район города, это котельная на Большой и Морской, то есть центральная часть города сегодня будет вся, я думаю запущена к концу дня по котельным. И я думаю заводский район, кроме Намыва, мы эти все вопросы сегодня закроем и запустим отопление. А в выходные будут эти же работы проводиться? Да, будут, чтобы все не сомневались, мы выводим людей, они будут работать и в субботу и в воскресенье, есть договоренность с Николаем газом. Я думаю по котельной Намывским и микрорайон, который у нас промзона, тоже мы в субботу и воскресенье полностью подадим теплоноситель. Тем более совместно мы работаем с ЖКХ, совместно мы работаем со всеми потребителями, значит у кого есть готовность, у кого есть все документы, мы обязательно можем туда подавать теплоноситель. То есть по сути до понедельника уже по вашим объектам все будут уже с отоплением? Да, то что касается Николаев, облтеплокоммунэнерго, мы будем полностью, я думаю 100% выйдем на 100% готовность. А во время запуска есть ли какие-то технические возможные проблемы, что соответственно делает проблемы на пути к тепла, к домам? Дело в том, что технические предприятия, мы об этом всегда говорили, даже на сессии городского совета я выступал, технические предприятия готовы было на 100% подать теплоноситель и работать, так сказать, вступить в отопительный сезон. Были другие проблемы, это больше финансовый блок, финансово-экономический блок, взаимоотношения с монополистом НАК, на автогазом, это да, были проблемы. Но я очень благодарен нашему губернатору Савченко Алексею Юрьевичу, я очень благодарен мэру Александру Федоровичу, многие сегодня его обвиняют в том, что отопительный сезон, значит, он виноват. Поверьте, проблема, она обширней, она более глубокая. Не настолько локальная, не на своем. Да, она не локальная, да, и не входит в сферу воздействия, например, того же мэра. Значит, сегодня оказав помощь именно в лице губернатора и помощь от мэра, именно его обращение и губернатора, и мэра к вице-премьеру Зубко и премьер-министру Грозьману, мы получили все наши договора, которые, кстати, были подписаны еще 12 октября и почему-то находились, нам на автогаз не отдавал. В результате этого вмешательства мы сегодня имеем возможность и начали отопительный сезон. Хотя эти договора поступили в НАК «Нафтогаз» еще 5 октября. То есть здесь больше все-таки такая ситуация, которая не касается локально Николаева, а касалась общегосударственной. Эти договора подписывались на полностью весь отопительный сезон, то есть во время отопительного сезона никаких проблем не должно возникнуть? Да, там во время отопительного сезона не возникнет никаких проблем. Сразу подчеркну жителям города Николаева, чтобы они поняли, договора подписаны до 31 березня 2017 года. Можно теперь ликовать, кричать, урать и плубить. Да, но я просто обращаю внимание, до 31 березня. Многие считают, что отопительный сезон должен заканчиваться 15 апреля, но подчеркиваю, договора с НАК «Нафтогазом» подписаны до 31 марта 2017 года. Вот этот период с 1 апреля по 15 апреля я пока не знаю, как НАК «Нафтогаз» разрешит нам использовать газ. А по поводу сроков отопительного сезона, если будут уже плюсовые температуры достаточные, может отопительный сезон быть меньше? Да, он может быть меньше. Как вы видели, в прошлый отопительный сезон мы ровно закончили 1 апреля. Мы закончили 1 апреля. Почему? Это было обратно связано с действиями монополиста газового НАК «Нафтогаз», который старается до 31 апреля закрыть отопительный сезон и больше не давать лимитов на газ, на население или на бюджетную сферу. А подобные проблемы с договорами возникли только в Николаевской области или в других областях тоже? Нет, поверьте, эта проблема достаточно общая. Поймите, что договорами все предприятия теплогенерирующие по Украине занимались не просто там только в октябре месяце, они занимались с апреля месяца этого года. Но так как существует задолженность за газ теплогенерирующих компаний, а сегодня НАК «Нафтогаз» является монополистом и все-таки проводит политику жесткой финансовой дисциплины, поэтому, когда мы были в НАК «Нафтогазе», там присутствовала и Черновецкая область, Черновцы присутствовали, присутствовала Донецкая, Лозовая, Харьков присутствовала, то есть там много было людей, у которых были не подписаны эти договора и не выделены лимиты на газ. То есть сегодня это общая ситуация, характерная для теплогенерирующих компаний Украины. Но самое главное, что теперь уже в Николаеве есть тепло, в некоторых квартирах уже оно поступило, а в некоторых квартирах поступит уже к понедельнику. На выходных тоже, напоминаю еще раз тем, кто, возможно, только подключился к нам, будут работы проводиться и тепло в ваших домах будет обязательно. Дякую вам за то, что сегодня за это до нашей студии. Я нагадую всем, что спілкувалися с Віталем Бородяным, виконничим обовязки директора «Миколаев Теплоэнерго».